В области противодействия ядерного терроризма моя война не прекращается в момент, как я стал офицером 12-го главка. Это произошло, если я не ошибаюсь, в первом числе августа 90-го года. То есть я уже столько лет занимаюсь вопросами противодействия ядерного терроризма. В широком смысле этого слова. Это раз. Соответственно, от того, что что-то происходит, я должен просто повышать деятельность, но не более того. Потому что это моя работа. И будешь смеяться. В моей биографии был замечательный эпизод, который я с юмором рассказываю, чтобы не так грустно было нашим слушателям, нашим зрителям смотреть наши с тобой видео. Я расскажу, что когда меня Нарышкин отправил в Соединенные Штаты, а это был 14-й год, октябрь 14-го года. А он тогда был главой Государственной Думы? Он был председателем Государственной Думы, я был депутатом, зампредом комитета. Он меня отправил в Соединенные Штаты с задачей разъяснить специалистам Соединенных Штатов, что Российская Федерация полноценно владеет Крымом, и что Российская Федерация для определенных целей и задач там будет размещать ядерное оружие. Это прям была задача. Я упрощенно это говорю, ну там все намного сложнее, но как бы упрощенно. Я поехал в Штаты, встречался там с группой, ну там было много протокольных встреч. Была одна очень удивительная встреча. В рамках глобальной инициативы я знаком с очень высокопоставленным офицером, ну назовем его Марк. Вот. И, соответственно, в назначенный день ко мне в отель Марк шел утром для того, чтобы мы, а мы с ним виделись много раз, для того, чтобы мы с ним не работали по этой теме как раз, а чтобы просто встретились на полях моей поездки, просто проговорили, что у нас там в целом с глобальной инициативой и со всеми остальными мероприятиями. И, кстати говоря, моя гостиница находилась рядом, буквально с той гостиницей, где стреляли в Рейдинг. Так вот, Марк шел, я с ним по скальпу разговаривал, вот, но когда Марк зашел в отель, он мне начал руками показывать, чтобы я к нему не приходил, не подходил даже. Он пришел в отель, сел в дальний угол, заказал себе кофе, и дальше была сцена смешная, как 17 мг. весны. Мы с ним сидели в разных углах кафе и смотрели друг на друга, потому что Марк мне написал. Он сказал, Макс, мне запретили только что встречаться с тобой. Министр ему запретил, соответственно. А почему? Откуда я знаю? Американская паранойя, у меня, как мои тараканы в гости к министру Соединенных Штатов не ходят. Откуда же мы знаем? Вот. И это была юмористическая сцена, потому что мы с Марком так посидели, посмотрели друг на друга, попили кофе, и он ушел. Я только что музыку вот эту не напевал про себя, потому что это было реально смешно. Причем я встретил с огромным псом людей, и действительно мы просто обсуждали, в том числе американский генерал мне показывал кружку, на которой написано «Крым наш», а на донышке было написано «Made in China». И напоминаю, это просто октябрь 2014 года. Еще, как говорится, не все чернила на присоединении Крыма высохли. А вот. Это нужно просто понимать, как устроена в части американская система управления. Так вот. Ядерные риски никуда не делись. Дураков полно. Но люди, которые не понимают, что провоцирование ядерной аварии – это не только способ или повод поставить военно-политическое руководство Российской Федерации в неудобное положение. Это действительно может стать ядерной катастрофой. С колоссальными последствиями для той же самой Прибалтики. Скажи, пожалуйста, а вот сейчас Соловьев орет на весь мир, что нужно закидать Европу ядерными бомбами и уничтожить эту Европу. И черт бы с ней, и Париж, и Лондон, и пусть все это горит в аду, как Хиросима горела. Это что такое? Это бред? Или начинается какая-то уже игра в обход, не знаю, президента, всех наших доктрин, ну и прочая наша оборонная доктрина, да? Я никто не отменял. Что это такое? Как ты относишься к таким заявлениям? На государственном телевидении? На государственном. О, здесь я тебя отправлю. Твоему любимому прокурору города Москвы. Да. Да. С иронией это говорю. Потому что в России в уголовном кодексе есть статья о призывах к агрессивной войне. Но Попов в телевизоре не смотрит, так сказать, имеет право. Он гулял где-нибудь или работал. Уголовная статья. Это прям конкретная уголовная статья. Кстати говоря, будешь смеяться, вот прям сейчас она зеркально работает. Им такая же статья есть в Германии. Вот те самые военные, которые...